Приветствую вас, и вам следует в первую очередь для себя выделить такой важный момент, как то, что все ответы, которые вы ищете, все ответы находятся у вас. И у вас, непосредственно у вас все ответы находят. Что это значит? Ну, по факту, по факту, это значит то, что у вас, у самой вероятной, вероятной, всего, довольно своеобразное отношение к рождению детей, как я думаю, по крайней мере. Мне кажется, что вы относитесь к рождению детей как раз таки сами, ну, в какой-то степени акцентированно. То есть, для вас важна тема детей. Люди вокруг вас это чувствуют, люди вокруг вас это ощущают и, соответственно, как бы, отзеркалывают вам то, что вы, собственно говоря, сами же и чувствуют, чувствуют. Вот. Так что, здесь, в принципе, ничего такого сверхординарного нет. Я думаю также, что, эм... Люди, окружающие вас, способны вызвать своего рода чувство вины у вас за то, что вы не хотите, например, рожать. Мне так, опять же, кажется. И это крайне неприятный момент, это крайне, я бы сказал, деликатный момент, потому что если вы действительно испытываете, например, чувство вины какое-то, или, может быть, сомневаетесь в том, что на самом деле, ну, не должны рожать эффект, всякое такое, то люди, конечно же, это чувствуют, и вам, как я и сказал, вам это отвергает. В данном случае это, к сожалению, абсолютно нормальная история. В данном случае это, к сожалению, абсолютно нормальное поведение людей. По сути, лишь идет о том, что вам говорят про, про, вам говорят про тему, которую вы сами считаете для себя актуальной. Они вам говорят про тему, которую вы сами каким-то образом, ну, снова и снова у себя сами вызываете. Может быть, даже не осознанно это делаете, но вызываете. Соответственно, здесь нужно уже и смотреть, нужно смотреть, что для вас самой эта тема, значит, какое значение для вас самой эта тема имеет, и имеет ли значение, если да, что какое, и дальше уже смотреть более детально, что происходит. Не менее важный момент, то, что вы развились, не менее важный момент, то, что вы развились своим, может, мужем, вот, и у этого, у развода, я полагаю, есть свои причины, вот, какие причины у развода, это нужно еще выяснять, на мой взгляд, потому что, ну, на мой взгляд очевидно, что проблематика, она схожа, вот. Другой вопрос, захотите ли вы реально что-то решать, а другой вопрос, захочется ли вам реально что-то менять в себе, потому что это все-таки определенная работа, это все-таки определенное напряжение, усилие, вот. А вам, может быть, это все, ну, не так, чтобы прямо интересно, к сожалению, вот. Поэтому тут, конечно, есть такой вот, вот, на мой взгляд, деликатный момент, который нужно обознать, чтобы все обязательно, чтобы вы, ну, имели его, грубо говоря, в виду. Вот. 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 Такая история. Следующий важный, важный момент, это то, собственно, для чего вам нужен мужчина. Вообще. Вот. Почему вы нуждаетесь в мужчину? Вот. То есть, ну, вы в нем, вы в нем нуждаетесь, вы хотите, чтобы он особенный был. Вот. Чем именно вы нуждаетесь, нуждаетесь? Чего именно вы хотите, то это тоже очень важный момент, потому что напрямую влияет на ваше поведение, на то, как вы себя ведете. Ведете в том числе с мужчинами. Следующая, важная тема, это ваша уверенность в себе. Часто вы говорите, что меня на доканале не проявили. Вот. Вас это достает, вас это раздражает. Нужно выяснить, чем вас это раздражает, опять же, как вас это задевает. Потому что, на мой взгляд, очевидно, ну, вот, в какой степени очевидно, что вы не можете отстаивать свои личные границы, что вам может быть в какой-то степени тяжеловато это делать. Вот. Вас ни в коем случае не виню, вот. Ну, просто говоря о том, что, как бы, ну, если вы не уверены в своей позиции, допустим, то нет ничего удивительного в том, что люди, ну, грубо говоря, это чувствуют. Чувствуют. Люди это ощущают. И, конечно же, как-то, как-то, вот, вам это все зеркали, вот. Ну, в данном случае это, к сожалению, к сожалению, это нормально. Вот. Эээ, дальше. Отвечая на ваш вопрос. Эээ, почему так? Сказал. Что сделать, чтобы это прекратилось? Ну, нужно изменить вам, пожалуй, свое отношение к ситуации. Вот. То есть вам саму и, наверное, желательно начать мыслить немножко по-другому. Не так, как это вы делаете вот на данный момент. Здесь необходима смена, эээ, смена восприятия. Ситуации, вот, которая, ну, которая сейчас у вас, мягко говоря, вот, не совсем корректно. Для вас это болезненная тема, вам, эээ, по этой теме, как мне кажется, тяжело. Вам эта тема, как мне кажется, эээ, не совсем приятная. И вот, эээ, соответственно, эээ, это может быть проблемой. Проблемой для вас, значит, и для людей, которые, эээ, вас, вот, в какой степени, окружают, к большому сожалению. Вот. А, никаких, эээ, сверх, эээ, секретов нет, на мой взгляд, абсолютно никаких, никаких, сверх, эээ, секретных, эээ, нет никаких сверхсекретных, эээ, решений. Тоже нет, эээ, всё, проводится, ну, как бы, довольно, эээ, постепенно, да, вот. Три, и, эээ, значит, эээ, последовательной такой вот работы с вами. Вот, собственно, и всё. По сути. Ээээ, не нужно из этого делать и какую-то мистическую проблему. Что вот все против вас говорили. Это было бы, наверное, тоже не совсем, эээ, корректно. Потому что никакой мистики здесь нет. А людям, скорее всего, не нравится то, что вы, эээ, думаете о себе. Если хотите быть свободной и так далее. Ну, самое главное, это, конечно, то, как вы сами лично относитесь к идее деторождения. Вот. Если вы сами в глубине души вините себя и в глубине души, эээ, вообще просто делаете акцент на, эээ, какой-либо акцент на, эээ, родине детей, то это, эээ, проблема. Вот. Для вас, по крайней мере. Вот. То есть, у меня ощущение, что вы отчаянно боретесь с, эээ, необходимостью для вас родить детей. Вот мне, эээ, так это видится. Хотя я, безусловно, могу ошибаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Рэ heads на мелкой, limpально омынье. Ры Như. Те это все годыlee. И вам придется для одного тропа. Как бы ты показался, непонятно describe Andremas. Продолжение следует...